Большая тема, о которой мы с вами поговорим, называется «Здоровье и преуспевание». Прежде всего, давайте поговорим с вами об одном очень важном учении и движении веры о том, что мы с вами искуплены от закона и получили благословение Авраама. Одним из ключевых для учения веры библейских отрывков является текст Галатам 3 глава 13-14. На основании этих двух стихов проповедники веры утверждают, что все христиане искуплены от проклятия закона, поясняя при этом, что под проклятием закона следует понимать бедность, болезнь и вторую смерть. Хегин пишет «Для того, чтобы узнать, что такое проклятие закона, нам нужно вернуться к первым пяти книгам Библии. Там мы видим, что проклятие или наказание за нарушение закона Божьего было тройственным – бедность, болезнь и вторая смерть. Бог искупил нас от проклятия бедности, проклятия болезни и проклятия смерти, духовной смерти сейчас и физической смерти, когда снова придет Иисус. Проклятие закона, на который ссылается в данном случае Хегин действительно присутствует в 27-28 главах книги Второзакония. Но следует помнить, что они были адресованы народу Израилеву, с которым был заключен Ветхий Завет и которому был дан закон в Второзаконии 27.9.10. В книге Даниила мы видим, что все эти проклятия в конце концов сбылись. Народ нарушил закон и проклятие получил. Но свое послание к Галатам апостол Павел обращает не к членам заветного народа, не к евреям, которым было написано в Второзаконе, а наоборот к христианам из язычников, то есть к людям, к которым закон никогда обращен не был, на которых эти проклятия не распространялись. Более того, основная цель послания, основной смысл того, что пишет Павел, связан как раз с противостоянием фракции иудействующих, которые пытались навязать язычникам необходимость соблюдения закона. Апостол утверждает, что любой человек, пытающийся достичь праведности путем исполнения закона, находится под клятву, то есть под проклятием. Потому что написано «проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Именно от этой клятвы, от проклятия всех христиан, Христос искупил нас, сделавшись за нас клятву. То есть всех нас, и язычников, и евреев, Господь освободил от проклятия закона, избавив нас от необходимости его соблюдать, исполнять закон для того, чтобы получить спасение. Таким образом, сегодня язычникам нет необходимости принимать закон, поскольку Господь уже принял нас в удел, минуя исполнение закона, минуя обрезание через то, что Он взял на себя наши грехи и умер за нас на Голговском кресте. Более того, проклятия закона заключались не в простом наличии болезни и бедности. Сам закон, не исполнение которого влекло в собой эти проклятия, требовал помогать нищим, потому что среди вас всегда будут нищие. Второзаконие 15.7.11. Тот же самый закон рассматривал болезни, даже тяжелые, как что-то совершенно обыкновенное для народа. Например, в случае проказа он требовал от евреев тщательно соблюдать и исполнять весь закон, которому научат вас священники левиты. То есть проклятие закона заключалось не в том, что вы будете болезнен или немощны, а в том, что вас весь народ поразит. Сплошная болезнь, сплошная немощь. То есть речь шла о какой-то крайней ситуации, об особо явном проявлении Божьего гнева в таком варианте. Поэтому проклятие закона предполагает нечто иное, что по воле Бога все перечисленные в 27 и 28 главах Второзакония бедствия будут неотступно преследовать народ, чтобы вернуть их обратно к покаянию и вере в Бога. Именно поэтому в наши дни христианин может быть уверен, что его болезнь или бедность не является проклятием, потому что Господь Иисус Христос уже освободил его от клятвы закона. Он уже умер за него. Наши бедности и болезни являются следствием того, что мы живем в враждебном нам мире. И Господь время от времени попускает нам, чтобы с нами что-то происходило, ради того, чтобы совершить через нас или в нас какую-то работу. Проклятием закона это не является. Александр, вы хотели что-то спросить? Мы уже ответили на вопрос. Чудно. Далее Хигин ссылается на 14 стих и утверждает, что взамен проклятия закона мы получаем благословение Авраама. Он говорит, «Так же, как проклятие Тройсно по своей природе, так и благословение Авраама. Прежде всего, это было материальное, финансовое благословение. Во-вторых, это было физическое благословение. В-третьих, это было духовное благословение. В Галатах 3 глава 14 стих на самом деле упоминается благословение Авраама. И в контексте рассуждений о проклятии закона, невнимательный читатель действительно может принять то, что говорит Хигин за библейский факт. Однако, в действительности Хигин просто искусно подменяет понятие. Говоря о благословении Авраама, он на самом деле цитирует обетование закона, второзаконие 28 главу, который был дан через Моисея на 430 лет позже. Благословение Авраама не имело никакого отношения к богатству духовному или какому-то еще благословению. Благословение Авраамова это то, что мы читаем в книге Бытия, 12 глава, 2-3 стих. «Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Иными словами, Павел пишет язычникам и говорит о том, что вы избавлены от проклятия закона, и на вас пришло благословение Авраамова. То есть, что к вам через колено Иудина пришла та весть, которая вас, чуждых обетования, делает частью Божьего наследия. Вот о чем идет речь, а не о том, о чем написано в 28-й книге Второзакония. Подлинная суть благословения Авраамова в том, что Божье благоволение грешному человечеству через потомков, а точнее одного потомка, Галатам 3,16, Авраама, и зальется на все языческие народы земли. Это обетование Божьей милости ко всему человечеству. Именно поэтому апостол Павел вспоминает о благословении Авраама в контексте послания к Галатам, лейтмотивом которого является благоволение Бога к язычникам, независимо от дел закона. В послании к Галатам Павел пишет, «Писание, провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы. Христос искупил нас от клятва закона, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Ибо все вы сыны Божьи во Христе, поверив во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского, пола и женского. Все во одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Еще раз, проклятие закона, о котором говорит Пхегин, не имеет никакого отношения к бедности и болезням в принципе. Речь идет о некоем неотступно преследующих заветный народ болезням. И Павел как раз и говорит о том, что вам не нужно язычники навлекать на себя проклятие закона, обрезаясь, потому что соблюдая какую-то часть закона, вы обязываетесь исполнять его полностью и тем самым ставите себя под проклятие, которое иудеи уже на себе испытали. Он говорит, напротив, вы, люди, которые во Христе крестились и во Христа облеклись, вам теперь всем даровано благословение. Вы стали Божьим народом, минуя законные требования. Потому что вот это самое благословение Авраама, дано на 430 лет раньше, чем закон Моисеев. Оно теперь к вам пришло. И для того, чтобы получить его, вам не нужно исполнять закон, который был дан позже гораздо рукой у человека. Господь сам возвестил вам это Евангелие. И поэтому само учение Хейгена не просто противоречит одному или двум каким-то стихам из Библии. В данном случае он противоречит самой идее спасения язычников, как писание ее проповедует. Искупление тела. Еще один аргумент, который используют проповедники веры, заключается в том, что во Христе мы имеем искупление не только нашей души, но и нашего тела. Хейген ссылается на текст 1 Коринфянам, 6 глава, с 19 по 20 стих. В этом отрывке сказано, что не только наш дух, но и наше тело куплено дорогой ценой. Разве Богу достается слава, когда сатана господствует над нашим физическим телом? Разве Бог прославляется тем телом, которое, являясь храмом Святого Духа, деформировано и искажено болезнью? Конечно, нет. Какой бы красивой ни казалась логика, которую Хейген здесь использует, она мгновенно рассыпается, когда мы видим прямое утверждение Писания о том, что мы, христиане, имеющие начаток Духа, в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть мы с вами еще только ожидаем, что наше тело будет искуплено. И поэтому все, что Хейген говорит, не имеет к нам сейчас никакого отношения. Это дело еще будущее. Уникальность христианина заключается в том, что Дух Святой обитает в нашей грешной плоти, со всеми недостатками, ущербностью и всем остальным. И в человеке, у которого этот храм чем-то покалечен, будь то грехом или какой-то там болезнью или чем-то еще, в нем все равно Дух Святой обитать может. И в одноногом, и в слепом, и в ком угодно. В человеке, у которого неполноценное тело, Бог все равно обитает там. И даже если мы с вами боремся с грехом всю нашу жизнь, а кто из нас без греха? Кто из нас может сказать, что мы не совершаем ничего, что Богу не угодно? Все равно Господь обитает в нас в несовершенных и грешных людях. Потому что Господь дарует нам благодать свою, независимо от наших дел. Бог нас таким образом спасает. В этом и есть милость Божия по отношению к нам. Пока еще возрождение коснулось только нашего внутреннего человека. Ефесянам 3 глава 16 стих. Наш внешний человек по-прежнему тлеет. 2 Коринфянам 4,16. В ожидании воскресения и преображения тела. В членах тела нашего по-прежнему действует закон греховный. Рильмам 7,23. Помните, Павел говорит, я вижу еще в членах тела моего закон греховный. И он говорит, желание добра есть во мне, чтобы делать того он, а я не нахожу. Он говорит, кто избавит меня от всего тела плоти? Потому что он мучается, ожидая в этом теле. Он говорит, я жду, когда избавлюсь, наконец, от этой палатки грешной, земной, слабой, чтобы, наконец, обрести вот это вечно нерушимое жилище на небесах. Поэтому, говорит, для меня было бы несравненно лучше разрешиться, то есть выйти из тела и быть со Христом. Он остается здесь на земле для того, чтобы служить Богу. И сам Павел называет свое тело телом смерти. Телом смерти. И поэтому, естественно, все эти вещи, они в нашем теле еще действуют. И болезни, и бедности, и все остальные неприятности, которые с нами могут быть. Очень важной предпосылкой учения движения веры о здоровье и преуспевании является то, что Бог всегда хочет, чтобы мы были здоровы и богаты. Из этого следует, что бедность и болезни противоречат воле Божией. И от них мы можем легко избавиться, если только знаем как. На самом деле, Кеннет Копланд в своей книжке «Закон о преуспевании» так и пишет. Твоя болезнь противоречит воле Божией. Да, то есть, куда уж яснее. В подтверждении своей мысли проповедники веры чаще всего ссылаются на второй стих третьего послания Иоанна. Третий Иоанн, а второй стих. Откройте его, пожалуйста. Мне бы хотелось, чтобы вы на него внимательно посмотрели. Иоанн пишет «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Очень простой и понятный стих. Иоанн молится, чтобы человек в своей физической жизни был так же успешен, и все было хорошо, как у него внутри. То есть, ты верующий, у тебя твоя жизнь обеспечена, хочу, чтобы в твоей земной жизни тоже все было в порядке. Как комментирует этот текст Хейгин. Он пишет «В третьем Иоанна втором стихе из Нового Завета» сказано, что Бог желает, чтобы у нас было материальное, физическое, духовное благословение. Где об этом сказано в втором стихе третьего послания Иоанна? Это желание одного человека по отношению к другому. Я совершенно не возражаю против того, что Господь на самом деле не хочет, чтобы нам было больно, плохо и так далее. Но опять же, воля Божия по отношению к каждому человеку она своя. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Хочет ли Бог, чтобы мы были богаты? На самом деле не обязательно. Для каждого человека у Бога есть свой конкретный план. Но вне зависимости от нашего финансового положения Бог дает нам достаточную благодать, чтобы мы были довольны и богаты духовно. 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит о том, что мы ничего не принесли в этот мир и ничего не можем унести отсюда. И поэтому давайте будем довольны довольствоваться тем, что у нас есть одежда и пропитание. Вот то, что выпадает постоянно из писания проповедников веры, это довольство. Когда говорится о том, что ваш главный враг быть средним, на самом деле под эту категорию подверстывается идея о том, что человек действительно должен быть иметь самое лучшее, быть всегда самым лучшим, самым богатым, быть начальником земли. Иногда движение веры упрекает христиан в то, что мы считаем, что бедность является признаком святости. Ничего подобного. Наверное, есть люди, которые так считают, но мало кто из разумных христиан считает, что бедность – признак святости. А другое дело, что они часто утверждают, что богатство – это признак особого благоволения Божия. Это тоже неправда. Любой человек, бедный, богатый, со средним достатком, может служить Богу тем, что у него есть. Наша жизнь не зависит от изобилия нашего имения. И человек, который есть много денег, служит своими деньгами Богу. Человек, у которого мало денег, служит Богу тем, что у него есть. Наши деньги – это только средства. И точно так же, как мы своими руками можем, сколько у нас их нет, мы можем использовать их во благо или во вред. Точно так же, как своей квартирой, в которой 12 комнат или 5 комнат, можем использовать ее либо во славу Богу, либо против славы Божьей. Точно так же и деньги. На 200 рублей можно пойти купить наркотиков, можно пойти накормить голодных. Деньги – это только инструмент. И сколько бы их ни было, можем использовать их для Божьей славы. Нищий ничего не имеет – славит Бога. Богатый все имеет – славит Бога. Справедливости ради в Писании говорит о том, что нищие угрозы не слышат, а богатый богатство спасает жизнь свою. Поэтому у богатых возникают свои особые искушения. А вообще, мое любимое место в Писании в этом отношении – это книга притчи, 30-я глава. Давайте мы с вами ее откроем. Мне кажется, она замечательно расставляет все точки над «и», как раз в отношении довольства, в отношении того, чтобы полагаться на волю Божию. С 7 по 9 стих Агур говорит. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Вспомните молитву «Отче наш». «Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал использовать, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Обе крайности. «Не давай мне богатства, не давай мне бедности, питай меня насущным хлебом, чтобы я не впал ни в одну крайность противления Богу, ни в другую крайность противления Богу». Это на самом деле есть совершенно нормальное, замечательное отношение к человеку. Когда Бог дает нам какую-то крайность, когда Господь нас чего-то лишает в этой жизни, когда наоборот дает нам чего-то слишком много, это всегда дается нам для служения, для испытания, для того, чтобы этим каким-то образом служить Богу, но в обычной жизни нам нужно быть довольными теми вещами, которые у нас есть. Нет ничего плохого в том, чтобы человек хотел быть миллионером. Замечательно, если он при этом не оставляет Слово Божие, не бросает церковь и своими деньгами будет служить Богу. Но здорово, сколько миллионеров, которые совершили замечательные, прекрасные дела для церкви. Наше бы служение не смогло бы сделать столько, сколько оно сделало, если бы люди, занимающиеся бизнесом, не давали нам какую-то сумму денег, для того, чтобы мы могли нигде больше не работать, заниматься именно тем служением, которым занимаемся. Я думаю, что и вы знаете много таких служений. Есть один тонкий момент. Обычно, когда люди говорят о больших деньгах, они всегда думают, что грех есть только один – сребролюбие. На самом деле, есть гораздо более тонкая такая хитрая штука. Люди говорят, я деньги в обществе не люблю, но я понимаю, что без большого количества денег успеха настоящего не бывает. А Боже хочет, чтобы я был успешен, значит мне нужно много денег. И вроде как не для себя, вроде как и для Бога, но при этом все равно идея та же самая – ты должен иметь много денег. Поэтому иногда сребролюбие или проблемы с деньгами приходят такими более хитрыми, более окольными путями не в лоб. Не предлагают человеку откровенный грех и откровенное нарушение воли Божией. Хочет ли Бог, чтобы мы были здоровы? Безусловно. Именно поэтому в небесном царстве не будет ни плача, ни вопля, ни болезнь. Все это однажды совершится. Здесь на земле действительно Господь исцеляет людей по молитвам. Иногда попускает людям болеть ради каких-то своих целей. Я согласен, что да, действительно, мы с вами иногда редко молимся или реже, чем нужно молимся за тех людей, которые болеют. Да, наверное, может быть мы недостаточно верны в наших молитвах и слишком рано заканчиваем молитвы с людьми. Да, может быть мы иногда не думаем о том, что Господь чудесным образом может решить какую-то проблему и больше полагаемся на наши рассуды и какие-то другие вещи. А всем нам нужно об этом помнить и нужно об этом думать. Нельзя из Библии выкидывать и ту часть, где Господь говорит о том, что Бог совершающий чудеса и может это делать в нашей жизни. Мы должны об этом помнить и должны полагаться. Но другое дело, что все, что мы делаем, должно находиться в строгих рамках Писания. Потому что любое отклонение налево и направо может вести нас очень далеко. И погоня за чудесами, за видимыми знамениями, она ни для кого еще не проходила бесследно. Именно твердое следование Божьему Слову – это залог уверенности, залог надежности в нашей жизни. Мы, в конце концов, как уже говорилось здесь неоднократно, знаем совершенно точно, что чудеса совершает не только Господь. Мы читаем посланникам, что пришествие антихриста по действию сатаны будет с чудесами и знамениями ложными. И мы знаем из книги Второзакония, 13 главы, что если восстанет среди тебя пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, избурится это знамение или чудо, но при этом скажет «пойдем вслед богов иных, которых ты не знал», то нужно побить этого человека камнями, если он твой брат или твой родственник, пускай твоя рука первая будет на нем. Потому что чудеса совершает не только Бог. Все эти вещи делает не только Бог. И, к сожалению, нет у нас другого четкого, или к счастью, нет другого четкого критерия добра и зла, мирила истины, кроме Слова Божьего, которое мы должны четко хранить и никуда от него не отклоняться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok